поехали мы в лес опять собака которую я вывозил к сожалению не выжила сегодня похоронил ну я сам там ошибся надо было ну привязать кобеля в покое чтобы он был а он бегал игрался и ребра сместились и скорее всего легкая воткнулась и короче умер у меня на руках так что зря я все это ездил вывозил вон Женька мой товарищ у всех кредиты едем на орехи как то надо прорываться ладно потом включимся в ночь поехали так получилось у нас идет борьба со сном боремся как можем я мальчишка без презорной голый сирота революционный сын своей страны басой дайте медные гроши господин хороший вам вернется рубль золотой на грошек этот леденцов в развес барышни своей куплю любимой не проходите мимо а наворованных не есть блядь а че Леха ходит постоянно с фонарем днем на голове на эти блядь кукусики всякие хули как с вечера оденет так и забывает снять гладко 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 все поехали мы за орехами гладко димка не ездит да он уже 5-м депо на Реостатике ярославль ездил учиться комиссовали по сердцу без пешевиста какая-то блокада всю жизнь хоккей проиграл какая-то блокада в дневотца ну что это такое и вот в 65 я играл 3 периода по 25 минут без замены представьте приезжай в бюджет петерол а их вышло ну это помню через тебя не пройдешь там даже если тебя объедешь где-то или оббежишь ты по-любому по ногам шандарахнешь ну что ж я тебе пропускать должен я всегда говорю шай да всем нужно но мне нужнее они угорают батура они весь мечицы грабежанцы батура твой Игорь я не знаю как батура потом еще там один сбежит быстро вот они со своей зоны начинают а я центр и мы в нашу зону только вместе вбегаем ну я тесняю где-то к борту хоть немного про прямой чтобы не забили в голову ну больше что я могу сделать интересно конечно я в мяч собрал я говорю можно было медведя научить кататься четыре раза тренировки в неделю и два раза и шесть раз в неделю хоккей один выходной так вот форму моя мама возьмет и говорит да разве ж можно моим ребенком так издеваться ну все тренер давал вот проигрываем а почему двое ведущих сидят игроки самые ведущие игроки а команда проигрывает ну вот мы не будем все последняя китайская ну выходите как повезли как рванули четыре штуки подряд а покурили виды ну вот да монстр нет ну я помню от нас приобщал мы с горнолыжкой шли всегда ты клюшки эти перенесешь на кинган не ну мы то на валенках там а ты то на коньках ну их твое ясно для ребяти не было занимали конфет не issue Ну что, вот спросил у Головатого, вот нефтяники прогорели, хотели же стадион делать, нефть упала, сейчас газ, я говорю, газовики будут делать, а раю газ упадет. А они потом газонут куда-нибудь отсюда. Ну-ка, они его в заправку газуют, вот и деньги. Газуем здесь. Вот сегодня буду с молодежи газовать, останусь ночевать, да, буду пугать, или они меня будут, жутко ночью, как заводит какой-то, говорит, это филинг, вон этот Олег говорит. Не, ну главное разбираться, кто заводит, а то так заводит кто-нибудь. На крышу залезу, что ли, хоть сюда буду отбивать. Не, ну крыша высокая, да, тут можно поотмахиваться с нее. А что, это куда-то, забой, подвозь, гибель, куда? Ну вот, да, вот с этой осенью. Да мы вот еще раз приедем, и все, может, как-нибудь дня на два. Что, он точит, что-то, кабелек со стола, смотри. Рабочий, да? Рабочий. Что, он нормально не заполучился. Тика. Ты давай там, у тебя есть там... Как, народное посольство, для хорошего, как человек, и кулака не взял. Чего для хорошего? Для хорошего человека кулака не жалко. Олег Угоралов, я тут случай рассказал. Слушайте, расскажу вам. Приходит один мужик в ресторан. Ну, взял там бутылочку пива, сидит, садит, смотрит у другого, сидит, коньяк, водка. Ну, все, у нее там заставлено. Думает, как же, ладно, ладно, подходит по плечу. Друг, спорим на бутылку, что я глаз укушаю. Тут посмотрел на него, ну, спорим. Тот глаз улора укусил, встанет. Тот глаз улора проспорил, сидит, пьет. Ну, выпил, захорошело. Подходит опять по плечу, спорю мужик, что я ухо укушу. Тут да что ты, блин, подергал мне уши, не пришли ты, нет. Ну, ладно, спорим. Он челюсть вынимает, раз, укусил, ладно, вот. Тот глаз улора проспорил. Того заела, которого много водки, думает, как же его обковать. Подходит, стучит по плечу. Спорим, что у нас на двоих три яйца. У него думает, что у меня одно, а у него-то все, ладно, там челюсть. То сразу спорим. Он говорит, у меня одно, а у меня вообще нет. Третий проспорил, катастрофа попал. Глаз выбил, яйца оторвало. Вот, спорим, говорит, сразу. Вот, видишь, как. Ты что, я с яйцами момент не понял, у этого одно? У него оторвало яйца, у этого одно, которое... У которого много водки, у него одно было яйца. Он думает, ну, ладно, там челюсть вставная, там, глаз. Ну, яйца-то все, думает. Думает, обману его, назад бутылку верну. И третий проспорил. А тумбочку потели. У нас телевизор стоит на стиральной машине. И когда включаем, выжимать, бедный дик-дик говорит, вы-вы-вы, и включите машину. Я весь закрялся. Да не, сейчас что купишь? Ну, наверное, что-нибудь. Да, мы же маленько там уже ездим. А, в одном было. Сколько тебе лет, ты говоришь? Сколько лет? Кому? Тебе. Ну, вот, в феврале 70. Ну, так-то вообще в порядке. Только что внебрите страшно. Еще бабки бегают. Мольга моя волнуется. Опять бабка. На мотоцикле еду. Куда ты смотришь? Ну, кто-нибудь пройдет, я не замечу. Не понравилось. Смотри, ты не нравится, то иди к школе. У нас тут авария, блин. Тут сцепление сломалось. Лапка не вытягивает до конца. Тут 69-й застрял. Резину бы хорошую на 69-й, он бы тут вообще не заморачивался. Лапка не вытягивает до конца. Все спокойненько проехал. Вот 69-й в классическом варианте. Коробка 69-го, двигатель УАЗ. Двигатель работает хорошо, а чисто. Тут резину поменять и таких проблем не будет. Ну, опять же, поменяешь резину, классический вид пропадет. Так-то он вон, как конфетка. Работает хорошо. Да, здесь пройдет. Он опять колею сли ехал. Ходу, ходу, ходу. Что там на береглезке тормознете, собак заберу. Вот у нас тут пока выпало несколько минут перекура. Алексей Сергеевич залез. Прям свист такой. Туда, высоко. Вот в 35 лет начал покорять вершины кедровые. До этого покорял другие вершины. Лех, ну ты крикни хоть там что-нибудь. А? Ничего, все нормально. Не отвлекайся. Вот белка наша. Ну вот же, 15 минут сколотил. Сколько там? Пару мешков получилось. Там еще осталось, знаешь, полночка. Они были. Не отвисались. Надо удочек. Ты что-то не на то дерево залезла, слышишь? Тут нет ореха. Это же сина. Перепутала что-то. Да? Ну и ладно. Научишься. Я знаю, чем это заканчивается. Все потом в интернете. Ничего страшного. Ваше здоровье. Сегодня вот ребята поработали. Сейчас мы бабахнем. И у нас в духовке там еще готовится блюдо. Поставили горшочечки с курочкой, с картошкой. Эй, все отлично. Смотрим новости. Встали после работы, помылись в банечке. Сделали салатик вкуснейший. Сейчас достанем с духовочки. Не знаем, как ей пользоваться. Там температуры нету. Нигде не выставляется. Время тоже. Ваше здоровье. Прогуляю собачек сегодня. Пусть пробьдятся. Пусть пробьдятся. Пусть пробьдятся. Опять жара. Наверху даже луж нету. Кабана нету наверху. Ветра не было. Иду в ключ. Скорее всего по ключам сейчас весь кабан. Собаки не бегают ни хера. Пару раз убегали, кого-то угнали. И все. Собаки не бегают ни хера. Иди ищи, 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 ищи. Тут больше некому, иди. Это вот тут грязь рядом. Здесь кабан, получается, проходил, тиранулся бочиной. Это вот какого роста он должен быть, чтобы... Ну вот мне получился... Вот. Вот. Вот я стою. Какие хорошие ходы. Ну как бы машины тут не ездили. Здесь вообще много-много лет уже. Вот кабель один отстал. Было 600 метров. Пришлось возвращаться. Что-то на одном месте. Что-то крутит. Пойду посмотрю. Тут сапунга Радака только спустился с нее. Забрала она наверх. Кабель все так же на месте. Там лужи. Кабани наверху. Сейчас прикол будет, если он в лужах лежит, откисает от жары. А я тут наяриваю туда-сюда, по этому становику. Ну как бы он высокий. Ладно, пойду бы смотрю, что-то плохое, блядь. Сука. Алтай. 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 Бурундука роет. Это пиздец. И молчит, сука. Я его зову-зову, думал, пиздец ему. Ты, гандон. Ты что, сука, делаешь, а? У меня чуть сердце в пятки не ушло, блядь. Ты чума, блядь. Я столько за тобой ходил. Что ж ты делаешь, а? Ох, сейчас ты у меня получишь, блядь. А я тут жмур твой ищу, блядь. Под корягами. Ты что, блядь? А? Ты что тут делаешь, блядь? Ко мне друг приехал. Сейчас мы будем тут цирюльню открывать. Привет. Давай, садись. Сейчас присяду. Присядь. Вот у нас тут технина сегодня такая вся. Матак вон у нас стоит. Орех. Вот трафтер, блядь. Сейчас будем стричься. Короче, вот так стрижемся мы в лесу. Женька, показываю последний раз, блядь. Первый, получается, и последний. Так вот получается все у нас. Сейчас бензин в жестке закончится. Будем, перейдем на ручную тягу. Бой Хабиба посмотрели. Расстроились. Мне предполагалось, что удав задушит его. Вот расстроились этой выходкой в конце, конечно, беспонтовой. Что у них в характере в этой. Да, просохатели пояс. Блядь, если Федя, да, сразу берет флаг, блядь. Ну. А этот пошел кулаками махать там. Ну. Ну, кто ему виноват. Короче, мы за грибами пошли. Грибы надо выносить, блядь. Как раз погодка такая хорошая, грибная. Вот. Ну да ладно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok